Следствием полиции Геогинского района расследовано дело об ограблении 91-летней пенсионерки. Ранее судимый житель Краснодарского края похитил у вдовы ветерана Великой Отечественной войны фронтовые награды супруга. Это преступление вызвало летом 2020 года широкий общественный резонанс не только на территории Адыгеи, но и далеко за ее пределами. В начале июня тревожный сигнал поступил на пульт оперативного дежурного территориального отдела полиции. 91-летняя пенсионерка рассказала, что ее ударил неизвестный и похитил деньги. Выясняя обстоятельства ограбления, оперативники установили, что незваный гость повредил окно в доме потерпевшей и проник внутрь. Мужчину заметила пожилая хозяйка, после чего тот потребовал отдать сбережения, но получил отказ. Затем он забрал около 2000 рублей, 9 наградных орденов и медалей, ударил пожилую женщину и скрылся. Я ему дала, 50 рублей у меня были, не знаю, а то лежали у меня деньги, сыну я откладала в Ленинград, он каждый год приезжает и откладала. Ну вот все схватил, и вот она опять меня повалила. По части 2 статьи 161 Уголовного кодекса России следствием было возбуждено дело. Полицейские установили, что к этому противоправному деянию причастен 40-летний ранее судимый житель Краснодарского края. Его задержали на территории Геогинского района в лесном массиве. По ходатайству следствия суд арестовал фигуранта. Накануне Парада Победы, который в 2020 году состоялся 24 июня, вдове ветерана Великой Отечественной войны вернули похищенную награду ее супруга – Орден Отечественной войны 2-й степени. Остальные медали мужчина уничтожил, полагая, что они не представляют ценности при продаже. Самые ценные, наверное, мы изъяли, мы нашли, поэтому возвращаемся к память деда. Ну, естественно, для внуков и для праправленных, чтобы хранили, помнили, ценили то, что есть. Ну и вам, конечно, желаем долгих лет жизни. В ходе расследования уголовного дела по статьям 161 и 324 Уголовного кодекса России выяснилось, что эти эпизоды не единственные на счету фигуранта. Гражданин, совершивший вышеуказанное преступление, причастен к ряду иных преступлений, совершенных на территории Геогинского района. А именно, совершил ряд хищений имущества, принадлежащих гражданам из салона автомобилей и территории частных домов. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Геогинский районный суд. С начала этого года в полицейских сводках зарегистрировано 12 мошенничеств с использованием мобильной связи сети интернет. Ущерб составляет полмиллиона рублей, а причиной хищения сбережений становится излишняя доверчивость граждан. Материал Вадима Гаркова. С заявлением в дежурную часть полиции Тахтамукайского района обратилась 30-летняя местная жительница. На протяжении нескольких часов с 9 номеров, начинающихся на цифры 8495 и 8499, ей звонили неизвестные и представлялись работниками финансовых организаций. Как только они убедили женщину в наличии проблем с обслуживанием счета, потерпевшая выполнила рекомендации, что, по словам собеседников, должно было сохранить сбережения. В действительности же заявительница потеряла почти 200 тысяч рублей. При схожих обстоятельствах 71-летний житель республиканского центра лишился 130 тысяч рублей. Пенсионер выполнил ряд операций, поверив лжесотрудникам банка, которые якобы должны были помочь и защитить сбережения от действий аферистов. Ряд преступлений совершен с использованием интернет-площадок по реализации товаров и оказанию услуг. Так, произведя заказ, 53-летний майкопчанин перевел продавцу 8 тысяч рублей, но купленный предмет не получил. Также аферисты продолжают похищать сбережения у граждан с помощью социальных сетей. 22-летняя жительница майкопа перевела 30 тысяч рублей, поверив незнакомцам, обещавшим дивиденды от денежного вклада. Хочется отметить, что таких фактов несколько. Будьте внимательны. Полиция рекомендует гражданам не выполнять советы незнакомцев, звонящих на мобильные телефоны. Вадим Агарков, Беслан Ходжуков, Анатолий Стрелец. Вести. Дежурная часть. В текущем году полиции Адыгея продолжена работа по выявлению и пресечению нарушений в сфере оборота алкогольной продукции. С начала месяца в республике задокументировано три факта. В праздничные дни 70-летнюю майкопчанку дважды изобличили в незаконной торговле алкоголем на дому. В отношении пенсионерки проводятся дополнительные проверки. В совершении аналогичного нарушения полицейские улечили 62-летнюю женщину. Из своего домовладения в Майкопе она продавала схожую продукцию, которая внешне имеет признаки несоответствия требованиям безопасности для жизни здоровья потребителей. По обоим фактам изъято 10 литров спиртного, которое находится на исследовании. В отношении вышеуказанных лиц проводятся дополнительные проверки. Полиция напоминает, что за повторное совершение такого нарушения в течение года уголовной статьей 171 прим. 4 предусмотрено наказанием в виде крупного штрафа или одного года исправительных работ. Регистрационно-экзаменационные подразделения Республиканской госавтоинспекции, несмотря на временные технические сбои, продолжают осуществлять прием граждан по вопросам оказания госуслуг. Эта работа ведется с использованием систем электронной очереди и в порядке живой очереди. В последнее время пользователи единого портала госуслуг сталкиваются с затруднениями при подаче заявок на регистрацию транспортных средств, получение либо замену водительских удостоверений. Это связано с техническими сбоями взаимодействия ведомственных информационных систем. Обращаем внимание, что до 23 января 2021 года прием граждан по вопросам предоставления госуслуг продолжает осуществляться с использованием систем электронной или в порядке живой очереди. Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, прием в подразделениях будет осуществляться с соблюдением всех мер безопасности. Далее коротко о некоторых событиях и мероприятиях в ведомстве. В МВД по Адыгеи завершилась всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз». За время мероприятий стражи правопорядка и общественники поздравили детей из многодетных семей, воспитанников ЦВСНП и тех ребят, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Мальчишкам и девчонкам вручили сладкие подарки и яркие тематические раскраски о буднях работы полиции. Полиция Адыгеи напоминает о том, что потерпевшие от противоправных деяний могут обращаться с заявлением о преступлении либо об административном правонарушении лично в территориальные органы МВД России через официальные сайты и по телефону 02 с мобильного 102. При этом заявление может быть изложено как в письменной, так и устной форме. Управление по вопросам миграции информирует о том, что указом президента России от 15 декабря 2020 года номер 791 продлено по 15 июня 2021 года действия, применяемых с 15 марта прошлого года временных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства. Более подробная информация на официальном сайте МВД по Республике Адыгея. Далее о других результатах работы сотрудников полиции Геогинского района и новом уголовном деле, возбужденном по материалам оперативников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Фигуранткой стала 65-летняя местная жительница, а основанием послужила попытка подкупа полицейского. В декабре прошлого года стражами правопорядка проводились мероприятия, направленные на выявление нарушений в сфере оборота алкогольной продукции. В результате был задокументирован факт торговли спиртным по внешним признакам, не отвечающим требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Чтобы избежать административной ответственности, она предложила сотруднику полиции взятку в виде денежных средств в сумме 12 тысяч рублей. Значит, о данном факте полицейский незамедлительно сообщил руководству отдела. В дальнейшем, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, дача взятки была задокументирована. На основании собранных полицейскими материалов Геогинским межрайонным следственным отделом СССР по Адыгее в отношении женщины возбуждено дело по части 3 статьи 291 Уголовного кодекса России.